Саламастарма, хурмету от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодняшний эфир я хотел бы посвятить предстоящим митингам 6 июля. Это государственный праздник. Но прежде чем откомментировать предстоящие митинги, которые состоятся по всему Казахстану 6 июля в 19 часов, я хотел бы несколько слов сказать по событиям, которые произошли в Арысии. Очень хорошо, что наши граждане сейчас проявляют сочувствие, организуют разные виды помощи. Я видел в интернете, что немало людей было, которые перемещались из Шимкента в Арысь, перевозили людей. И перевозили это, делали бесплатно. Массовая помощь была оказана нашими гражданами. Это очень хорошо. И это говорит о том, что наше общество готово действовать, готово помогать, готово объединяться. Это очень важно. Вчера власти Казахстана объявили акцию. Акцию о том, чтобы наши люди начали организовывать сбор пожертвований. Вся эта инициатива идет от власти. Все счета, которые предложены для сбора средств, тоже организованы властью. Я хочу здесь ваше внимание обратить, чтобы вы понимали, как это происходит во всем мире. Во всем мире такого рода акции именно организовывают сами граждане. Сами проявляют сочувствие, сами действуют. И если вы задаетесь вопросом, почему у нас все организовывает власть, а в мире именно самообщество, я хочу объяснить, что это именно связано с тем, что есть свобода политической системы, свобода выбора людей, свобода на митинги, на демонстрации, нашествия, свобода создавать общественные организации, политические партии. Власть просто обязана зарегистрировать и не может препятствовать. В нашей же стране, в Казахстане, фактически запрещена профсоюзная деятельность. Любую организацию, общественную кто-то хочет зарегистрировать, это мучительный процесс. Более того, общественные организации, которые, по мнению власти, могут оппозиционировать власти, выступать против, как общественные организации, так и партии, они не регистрируются. Регистрируются только те организации, которые под контрольной власти. Любая инициатива наказуемая за пустой плакат преследует. Собирается, что называется, три человека, сразу задерживает. И поэтому, собственно, как следствие, если происходит какой-то эксцесс, какие-то события, граждане даже не могут перечислить денежные средства или оказать любую другую форму помощи, потому что власть репрессивными способами подавила инициативу граждан. И поэтому сейчас получается, что сама власть своими руками создала эту катастрофу в Арысе и теперь сама организовывает пожертвования от кого? От людей, от учителей, которые получают мизерную зарплату, от врачей. То есть нищие люди все сбрасываются, чтобы фактически те разрушения, сделанные руками власти, списать поддержкой самого народа. То есть нищий народ сбрасывается, чтобы эту проблему решить. Ладно, безусловно, людям надо оказывать помощь, всемирную помощь, это правильно. Но обратите внимание, что вся эта инициатива сейчас возглавила власть. Вот Такаев объявил, что он жертвует свою однодневную зарплату. Всех бюджетных работников обязали. И по организациям, предприятиям это проводит такое, что называется, под давлением, под давлением руководителей происходит эта акция. И что получается? Получается, что Такаев прилетает туда, и люди ему на месте аплодируют. Как же президент страны прилетел, забывая о том, что это его прямая обязанность. Прямая обязанность Акима, Акимов областей, районов, городов. Прямая обязанность власти, которые работают в статусе государственных служащих, получают зарплату от налогов наших граждан. Это его обязанность. Обязанность быть там, во-первых. Во-вторых, другая обязанность, чтобы такие события не происходили. Вы сейчас все уже в курсе. Масса всяких роликов ходит о том, что события, взрывы эти в Арысии происходили ранее. В шестом году, девятом году, в четырнадцатом году, в пятнадцатом и шестнадцатом годах. В девятом году, после того, как произошел очередной взрыв в Арысии, депутаты предупреждали, говорили, что необходимо эту проблему кардинально решать. И теперь смотрите. Более десяти лет, по сути дела, фактически с момента вывода войск, советских войск из Афганистана, когда создали там боезапасы в Арысии, эти проблемы не решались все годы нахождения у власти Нурсултана Назарбаева, то есть 30 лет. В восемьдесят седьмом году войска были выведены из Афганистана. И все эти годы, все эти боезапасы лежали в Казахстане. Лежали в Казахстане, и именно Нурсултан Назарбаев не решал эти вопросы. Его министры обороны, ни один из них эту проблему не решил. Хотя тревогу били многократно, многие годы наше общество. И вот верховный главнокомандующий, не решив эти вопросы, сейчас он секретарь Совета Безопасности, начальник так называемой по вопросам безопасности страны. Его не слышно, не видно. Где Нурсултан Назарбаев? Почему приезжает эта мебель в этот город? Какие-то крохи отдают из бюджета страны и говорят, что вот теперь давайте жертвовать. Я хотел бы вам, уважаемые сограждане, еще раз напомнить, что эта власть ежегодно ворует из бюджета страны через национальные компании, через подставные компании, которые уводят вашу более высокую заработную плату в нефтегазовых отраслях, сырьевых. Там, где в мире платят нефтегазовые отрасли в среднем месяце 10 тысяч долларов, от таких сырьевых компаний, как Касынг, заработная плата начинается от 3 тысяч долларов в среднем. Получается, вы там получаете по 100 тысяч тенге на разных предприятиях. С вас эта власть еще начинает собирать выплаты пострадавшим в Арысе на восстановление Арысе. Более 30 миллиардов долларов эта власть ежегодно ворует. Более 30 миллиардов. Поэтому для них построить вообще новый город Арысе ничего не стоит. Тех средств, которые сейчас они крадут миллиардами, предостаточно, чтобы поднять всю страну. Всю страну сделать богатой. И поэтому вы все должны знать, когда эта власть требует, чтобы вы перечислили свой однодневный заработок, если вы делаете от чистого сердца, это одно. Если вас принуждает, вы всегда должны помнить и знать, что эта власть каждый год уводит из страны свыше 30 миллиардов долларов, что в состоянии на султан Назарбаева свыше 200 миллиардов долларов. Я сегодня написал пост на фейсбуке и озвучил цифру. На организации канцелярии так называемого Ельбасе, который назначил на позицию президента Такаева, выделяет из бюджета страны 1 миллиард тенге. Зачем на какую-то канцелярию дополнительную Назарбаеву выделять миллиард тенге? Вся страна будет собирать крохи, не соберут этот миллиард тенге, которые Назарбаев на организацию канцелярии проще перечислить в фонд поддержки жителей Арыси. Зачем собирать у всех по крохам, чтобы можно было, когда можно было решить мгновенно эту проблему? Все это говорит о том, что все-таки ситуация в Арысе, власть пытается использовать в своих целях. И не случайно в социальных сетях ходит информация, что эти взрывы организованы властью специально. Я сам отрицал эту возможность, но сейчас, размышляя над ситуацией, вполне соглашусь о реальности того, что это могло быть. А именно того, что взрывы властью организованы специально. Ну представьте себе, что взрывы там происходили регулярно, происходили взрывы в девятом и последующих годах. И это вопрос не решался. Были жертвы, на взгляд режима султана Назарбаева, они были немногочисленные. Для него там 100-200 человек, это вообще ничего. А в предыдущие годы были жертвы 1, 2, 3, 4 человека и так далее. Вот представьте себе, что делает власть. Фактически, на трагедии этих людей, которые живут в городе Арысе и рядом, нынешней администрации, Хасмажимар Такаева, выстраивает ему пиар-политику такую, что он, видите ли, такой добрый, сильный президент, отзывчивый. Говорит, что да, мы решим все вопросы. Ухмет Харжберит Тевайтовжатор. Биар Друс Палат, ремонт Джасаймзи. Ну вы где видите все эти ремонты? Сейчас вы посмотрите. Получается, правительство собирает деньги у людей. А для чего? Да, это называемое, так называемое, единство в обществе во главе этого процесса, Хасмажимар Такаев. Он выглядит красиво. То есть, фактически, этот режим отвлекает людей от главного, от того, кто виновник этого процесса, кто организовал эту трагедию в Арысе. Сейчас эта власть говорит, что надо людям помогать, действовать, нам нужно объединяться и хотят стать главными объединителями общества. При этом они главные разъединители. Все эти 30 лет власть разрушала нашу возможность объединиться, стать сильными гражданами, стать сильной страной. А теперь искусственно, фактически, используя ту трагедию, которая случилась в Арысе, они хотят это обратить в свою пользу. Разные блогеры, разные заказчики со стороны власти расхваливают Тукаева, расхваливают Даригу Назарбаеву, которая, видишь ли, только сегодня послала письмо жителям Арысии, которые не живут в Арысе сейчас, их нет. То есть, называется, на деревне дедушке сделала обращение. А почему председатель Сената не находится там же в Арысе, там же среди тех, кто пострадал? Почему она не проявляет свои участия? Все это наводит на мысль, что действительно, все события, которые происходят в Арысе, власть циничным образом хочет использовать для отвлечения внимания от того, что эти 30 лет совершал, какие преступления совершал режим Ду Султана Назарбаева. И на крови, и на страданиях людей хочет заработать очки. Поэтому я, уважаемые друзья, каждый раз хочу, чтобы вы помнили эту власть. Каждый год воруют более 30 миллиардов долларов. Каждый день сотни миллионов долларов растекаются по их карманам. И все свои ошибки, все свои преступления, они перекладывают на нищий народ, пытаясь таким образом добиться сочувствия и единения. И возглавить этот процесс, возглавить, показать, что именно они якобы решают проблемы. Искусственно создав их, искусственно создав проблемы, они хотят фактически получить дивиденды. Где эти денежные средства? Почему нужно собирать их у людей? Почему нужно выключать интернет каждый день, нанося убытки минимум по 7 миллион долларов? Вы знаете, эта власть уже регулярно два года отключала интернет. И все расчеты экспертов показали, что при этом теряется не меньше 7 миллионов долларов в день. На празднование Астаны тратятся миллиарды тенге. Представьте, если на одну канцелярию Назарбаева тратится 1 миллиард тенге, чтобы создать ему условия, так называемую работу, этому пенсионеру, который не появляется на работе, только раздает свои бусы со своим изображением. Отдал Путину свой так называемый орден, став посмещением всего мира, отдал Лукашенко и ходит со своими бусами, пытается наградить президентов других государств. Ходит на различные мероприятия, на праздник Победы, в Россию слетал, отдыхает. Зачем ему канцелярию, у него их резиденции по стране десятки? И за рубежом такое же количество. Зачем из бюджета страны тратит миллиард тенге? И вообще зачем нам этот шал сдался? Поэтому, уважаемые друзья, вы должны видеть, почему и что делает власть. Видеть должны на 9 июня, как власть мобилизовала огромное количество полицейских, работников внутренних войск, потратили огромные средства, перебрасывая грузовики солдатами. При этом мы этих солдат не видели в Арысии. Мы не видели автобусов, которые перевозили людей. Из 45 тысяч официально звучащих цифр, которые якобы проживают в Арысе, а на самом деле цифры говорят 70-80 тысяч человек. Основная масса, почти 40 тысяч человек, переместились в другие места самостоятельно, без поддержки власти. Где были эти автобусы с ОМОНовцами, которые захватывали мирных граждан? Поэтому, уважаемые граждане, безусловно, надо поддерживать тех, кто пострадал в Арысе, но вы всегда должны помнить, что средств у этой власти предостаточно. Много средств в национальных резервах страны. Сейчас там сумма 87 миллиардов долларов. Это три годовых бюджета страны. Каждый год 30 миллиардов воруется. Состояние на султан Назарбаева минимум 200 миллиардов долларов. Его зять обладает личным состоянием 8 миллиардов долларов. Дарига Назарбаева, спикер парламента, миллиардер. И при этом они такие жесты делают, жертвуют якобы свой однодневный заработок. Не ведитесь и знайте, что все проблемы в нашей стране только от этого режима. И есть единственный способ их разрешить. Это полная отставка всей политической верхушки. И чтобы шал действительно ушел. И 6 июля мы выходим с требованиями. Шал Кет. Второе наше требование, чтобы отменить итоги этих выборов, нам не нужен фальшивый президент. Это мебель Тухаев, который вообще просто стал президентом случайно, которого назначил Назарбаева. И с которым у него существовали договоренности три с половиной года назад. И поэтому очевидно, что эти выборы были фальшивые. И все эти куклы, которые участвовали на выборах, они существовали только для подтанцовки. И на своем интервью Евроньюсу Хасим Шамар Тухаев просто проговорился, сказав, что еще в 16-м году Назарбаев ему сказал, что вторым президентом будешь ты. Уважаемые друзья, мы проводим последовательно нашу политику. Наша задача добиться полного отстранения политической верхушки страны. 6 июля по всей стране мы проводим массовый митинг. Массовый митинг именно с требованием Шао Кит отменить итоги выборов и нет экспансии. Нет экспансии китайской. Вы знаете, что сейчас очень тревожная ситуация в нашей стране. Из передачи земель и по организации более чем 50 заводов китайских, старых заводов на территории нашей страны и мы не знаем, что это за заводы, не знаем, кто владельцы. Этот власть, этот режим говорит, что это секрет. Какие могут быть секреты в этом вопросе? Поэтому на митинг 6 июля будут звучать три требования. Первое. Шао Кит. Второе. Отменить итоги выборов 9 июня как несправедливый, как фальшивый. Наблюдатели различные показали, что итоги выборов сфальсифицированы и третье требование это нет китайской экспансии. Теперь в этой связи я хотел бы рассказать детали как и где мы организуем. По всем городам и областным центрам по всей стране мы уже информацию дали. У нас сейчас стоит вопрос только по Алматы и по Астане. Вчера в чате активист ДВК где мы проводим ежедневные консультации проводим прямые эфиры мы озвучили в итоге путем обсуждений что в Алматы мы выбираем место около центрального стадиона. Это центральный стадион есть еще дворец спорта Балан Шуалах это весь квадрат. Я хочу сейчас объяснить почему мы это место именно выбрали. Дело в том что старая площадь полицейские силы уже научились блокировать разным способом и в принципе там нельзя сказать что это большие кровеносные сосуды артери транспортные и собственно блокирование даже этого квадрата силами полиции не приводит транспортному коллапсу. и в этой связи мы решили выбрать другую улицу на проспекте Абая проспект Абая он известный такой транспортной артерии когда большие потоки идут микрорайон из микрорайона и очень много мест где можно действительно накопить силы главная проблема была на организации предыдущих митингов что нам было сложно найти место где происходило первичное накопление сил когда собирается масса 500 или 1000 человек то к ним сразу начинает добавляться новые участники этого протеста и наша задача найти такое место где мы могли бы концентрировать такие силы после этого полиции очень сложно сложно отменить вот организацию такого рода протестов нужно собрать массу в одном месте минимум 500 тысяч человек около центрального стадиона очень удобное место в 19 часов будет 6 июля матч Кайрат Иртыш Павлодар и конечно там будут тысячи болельщиков и плюс наши участники протестующие тоже могут купить билеты если захотят я так понимаю что они стоят в районе 500 тенге и даже если власть попытается препятствовать получается мы можем вполне спокойно пройти в сторону центральной площади начало 19 часов потому что в 19 часов начинаются основные концерты как в Астане так и в Алматы 19 часов уже не так жарко 6 июля в Алматы будет 28 градусов это пиковое и к 19 часам температура будет уже ниже мы выбираем время 19 часов но просим чтобы наши протестующие собрались чуть раньше потому что ясно что власть будет разным путем перекрывать возможность попадания протестующих на это место но это обширная площадь собственно как перед центральным стадионом как перед дворцом спорта Балуаншалака есть возможность собирать большое количество протестующих когда провожали нашего известного фигуриста Тена в этом месте около дворца спорта Балуаншалака собралось около 20 тысяч человек мы организуем около центрального стадиона там тоже можно собрать большое количество людей есть разные площадки где можно накапливать силы я прекрасно понимаю что полиция по Абая будет ставить автобусы будет ставить ряды полицейских но когда они это сделают это приведет к тому что вся улица или проспект Абая фактически будет заблокирована собственно что нас вполне устраивает когда эта центральная артерия будет заблокирована наши люди могут спокойно перемещаться по проспекту Абая фактически власть своими руками создать нам возможность мощного шествия когда тысячи людей объединившись могут организовать массовое шествие протеста по Алмату по центральной улице уважаемые друзья мы ориентируемся что в этом месте соберется большое количество людей ДВК объявила о программе компенсации мы объявили что миллион тенге будут выплачиваться после победы после победного дня после смены режима по миллиону тенге будет выплачена компенсация всем тем кто подвергся массовым задержанием штрафам жертвам Жанозения будет выплачено по 100 тысяч долларов тем кто пострадал еще больше сидел в тюрьмах как Макс Бакаев Арон Атабек другие пострадавшие Жанозения как Владимир Козлов мы предложили чтобы эти личности разбирались на уровне парламента были награждены государственными правительственными наградами а также получили компенсацию превышающую значительную сумму в 100 тысяч долларов США также мы объявили что все те кто участвовал в финальном победном протесте получат компенсацию в размере 10 тысяч долларов даже если на улице страны выйдет 1 миллион человек сумма 10 миллиардов это небольшая масштаб их страны я еще раз хочу напомнить что этот режим в течение одного года крадет у страны минимум 30 миллиардов долларов мы считаем что эти деньги должны быть перераспределены нашим гражданам за их героизм за их самоотверженную борьбу с режимом за их страдания они должны получить хоть какую-то компенсацию хоть какую-то но главное не в этом главное в том что мы построим свободную страну и добьемся огромных изменений которых ждет вся наша страна поэтому уважаемые друзья я уверен что 6 июля на массовый протест алматинцев будет много мы анализируем социальные сети мы анализируем различную информацию у нас работает по Алматы много ячеек и сейчас идет вообще удивительно бурная активность мы сейчас создаем большое количество ячеек мы переписываемся организован специальный штаб переписываемся с активистом и мы видим решительность наших людей решительность чтобы добиться перемен как можно быстрее не забывайте чем больше этот режим находится у власти тем больше денежных средств минимум 30 миллиардов долларов в год утекает в их карманы и нам лучше добиться успеха сейчас и эти средства направить правильно в сторону наших граждан перераспределить их чем давать возможность этой политической верхушке во главе с султаном Назарбаев красть эти деньги затем часть этих денег отдавать правоохранительным органам полиции и таким образом продолжать находиться у власти поэтому уважаемые друзья вы должны понимать что 6 июля протестующих будет много и когда даже если власть соберет пару тысяч человек в лице полицейских которые по их мнению должны их защитить многократно перевес тысячекратные если будут тысячи и тысячи протестующих никакая полиция не сможет удержать такую массу и еще мы всегда говорим что когда количество протестующих будет превышать минимум в 10 раз число полицейских ни одна полиция не будет находиться на месте они как минимум отойдут в сторону а большая часть перейдет их на сторону народа я сейчас пользуюсь случаем обращаюсь к полицейским уважаемые полицейские вы являетесь частью нашего народа вы дети отцы братья братья наших же граждан вы друзья соседи и ваши друзья соседи тоже испытывает как и вы огромные трудности сложности вы тоже хотите перемен я знаю что вы обращаетесь к протестующим говорите выходите тысячами и тогда мы перейдем на вашу сторону очень важно уважаемый полицейский что вы перешли на сторону народа и вы тоже получите те самые компенсации в размере 10 тысяч долларов но это будет маленькая часть того что вы сможете получить сделать свой вклад в будущее нашей страны участвовать в развитии нашей страны вы получите огромное уважение от нашего общества вы безусловно будете награждены правительственными наградами и вы безусловно войдете в историю нашей страны как освободители как освободители от преступного режима Нурсултана Назарбаева мы еще раз много будем обсуждать детали детали местоположения я буду делать специальные эфиры мы специально будем выпускать ролики но я сейчас еще раз хочу озвучить центральный стадион город Алматы в 19 часов то же самое 19 часов и по другим городам 6 июля в 19 часов когда жара спадает когда идут основные концерты по всей стране это праздничный день именно в 19 часов мы будем организовывать акции протеста по всей стране и когда количество протестующих будет десятки тысяч уважаемые друзья это показывает мировая практика власть переходит мирным путем к народу я верю что это случится год назад еще никто не верил что мы организуем многотысячные митинги да что там год назад еще 1 мая когда мы организовали многотысячные митинги в Алматы и Астане мало тот же кто в это верил говорили что мы не способны это мы другие у нас наверное хвост растет мы совсем другие мы не можем объединяться но история последних месяцев показывает что народ наш все может он такой же народ как народы других стран предприимчивый умный активный думающий о будущем думающий о себе о своей семье о своих детях я уверен что из 6 июля мы соберем большое количество людей тысячи Алга Казахстан до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...